Друзья, приветствую всех! С вами зожник, физкультурник Алексей Шредов. Это Цитадель Силы UK&GIM. Сегодня очередной научный эксперимент, научный в кавычках. Конечно, мы не собираем десятки людей, нам никто не платит. Мы из любопытства вот эти эксперименты проводим. И, ну, кто мы? Я и моя жена, которая снимает. И вы, один из моих экспериментов, можете повторить в своих домашних, зальных условиях и посмотреть, будут ли ваши результаты существенно отличаться от тех, которые мы получим сегодня. В чем заключается эксперимент? Мы проверяем, насколько сильно в подтягиваниях, в любых, кстати, подтягиваниях работает битвис. Что мы сделаем для того, чтобы это проверить? Сначала предложим каждому, сейчас я предложу ребятам представиться, но до конца объясню эксперимент. Мы предложим каждому у стены вот здесь срочно поднять на битвис с прямым грифом штангу в районе 8 повторений. До отказа я ребят доводить не буду, я предугадаю, сколько там 1-2 остается, мы их зачтим, найти повтор, чтобы отказ не было. Каждый из них сделает свой вес. Потом 10 минут дает отдохнуть ребятам, и мы выполняем подтягивание. Ну, дадим дополнительный вес, наверное, 10 килограммов ребятам, они довольно крепкие, как я понял. А значит, их задача будет подтянуться двоим. Обратным хватом, нижний, говорят, правильно. Какой нафиг нижний? Все равно сверху, правильно? Вот это прямой, да, я прямо кладу ладони, а вот это я сделал обратно, да? Во мне так вот это правильно. Согласен. Короче, двое сделают обратным хватом, вот такие, в отказ. Обязательно закладываю вот сюда подбородок, кусонки подтягиваний. 20 примерно секунд я им даю, чтобы немножко отдышаться. Все-таки забивающее упражнение на этот раз, не изолирующее, а базовое. И нужно будет подойти к своему рабочему весу, который здесь был на 8 примерно повторений. И попробовать повторить эти же 8 повторений. Спойлер, 8 ни хера не получится, само собой. А вот, кстати, наверное, четвертый и пятый участник. Паша, пока разберись, да, у нас еще два участника, они пока переоденутся. Ну а мы начнем. И одному... О, так если нас пятеро, значит я буду все-таки, как я планировал, одному груз я предложу сделать. И одному вот такие подтягивания, в которых я считаю тоже очень сильно работает бицепс. Тоже нужно будет подтягиваться высоко. Но хватом примыв и чуть шире плеч. А одному из пятерых я дам такое задание. Он, потому что говорили, ой, так он же там устал, дерево не в бицепс, а в кого он просто забыкался и так далее. Хорошо, мы тогда дадим упражнение базовое, но не связанное с бицепсом. Человек просто одожмется, здесь ваткас, на брусьях, бицепс как бы активно не работает. И он тоже повторит движение на бицепс. И здесь почти не должно повлиять. Чуть-чуть повлияет, потому что все-таки, ну да, один повтор там отнимется, 20 секунд всего лишь отдыха. Может быть максимум 2. Но, разумеется, не так критически будет. Итак, ладно, я заговорился. Вадим, вы его уже знаете, он в прошлом эксперименте принимал участие. Напомню, Вадим, свой возраст, вес, сколько лет занимаешься. Мне 34 года, вес 88-89 килограммов. Занимаюсь плюс-минус с 18 лет единоборством, качалочкой. Ясно. Единоборством, качалочка из 16 лет. Больше единоборства. Больше единоборства. Поняли? Ну, парень крепкий, я точно знаю. Следующий участник, я его не знаю, поэтому имя, возраст. Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 22 года. Мой вес составляет 75 килограмм, занимаюсь с меньшими единоборствами. А по силовухе тоже нормально, да? По силовухе, да, это как бы УФП мы всегда стандартно делаем. Хорошо, вот ММашника проверим, друзья. Не все ж качачкам здесь рулись, да? И третий участник. Константин, 22 года. На протяжении 19 лет танцами занимался. Сейчас вешу 79 килограмм, немного занимался гиревым спортом. Танцами. Жан-Клод вам да? Что? Итак, ну что ж, друзья, сейчас вы готовы, кстати, да, вы разговаривались? Тогда предложу первому из вас подойти к весу. 35 килограммов, строгие подъемы на битву. 22 года ребятам, они, кстати, вместе пришли. Вместе занимаетесь все ли, друзья? Вместе, да, тренируемся, учитесь в весах. И говорят, что у них похожие результаты силовые. Так, все, у нас здесь прижато, здесь прижато. Делаем полный подъем на битву от бедра до почти все. 2, 3, сильно не бить по ногам. 4, чуть сдерживаем. 5, 6, еще. 7, 8. Блин, легковато вес поместить, еще придется сделать. 2, 2, 9, 10. И все, зачет еще 2, наверное, или 3. Сколько зачтем еще? Ну, где-то 3 раза. Зачтем по максимуму еще 3 раза. Сделал бы 13 повторений. Маловато вес, кстати, взяли, да? Чуть выше от ног. Вот сюда, прям, да? И спина прижат. 3, 4, 5, 6, 7. Здесь где-то 9, может быть 10. Ну, засчитаем 10. Я останавливаю раньше. Водим 45 килограммов. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И еще раз. Давай, давай, давай. 6, все, хватит. Так, где-то 7-8 раз. Как ты думаешь, два стащилы будет? Ну, где-то в отказ было бы в 8. 45 на 8. Запоминаем, да? 35 на 13. 35 на 10. Потому что потом будем брать проценты. Ну, у нас не было времени, чтобы каждому на 8 повторов вычерчить его вес. Ребята сами не знают. У нас только одна попытка это проверить. А вам, наверное, размяться надо, да? Разминаетесь. Следующая двойка. Быстро. Перелезай препятствия. Друзья, наши двое немножко припозднившихся ребят подключились к эксперименту. Итого участников 5. Как зовут? Тимошей. 18 лет. Занимаюсь там. Дома подтягивались. Гвоздила моя. Гвоздила моя подтягивалась. Гвоздила моя. Гвоздила, что ли? Хорошо. А сколько лет? Давно занимаешься? Я? И на спорте. Спортом с детства. Ну, 17 лет. И уже занимается давно. Это хорошо. И еще? Меня зовут Андрюр. Мне 17 лет. Вешаю 70 килограмм. Занимаюсь в свободе. Когда ты ходил в зал, сейчас долго занимаешься. Ага. Альберт. Друзья, как интересно получается. Пришли двое ребят. Им по 22 года. Занимаются в одном зале. А здесь еще пришли двое. И им по 17 лет. Ты тоже в одном зале занимаетесь? Или по-настоящему? А что время занимались? Ну, интересно. В руки разошлись. Это хорошо. Так, ну что? Альберт заходит на 25 килограммов. Мы уже примерно вычислили, какой нужен рабочий вес. Нам нужен рабочий вес в диапазоне от 7 до 10 повторений. Я остановлю чуть раньше. Так, все. Спину не отрывать. Ноги чуть больше вперед. Не размахивать. Сильно не пытаться пропускать негативную фазу. Нормально делаем. Выдох вверх. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Я ему предлагал 27 килограммов. Восемь. Еще. Девять. Еще. Десять. Еще. Одиннадцать. Все. Сколько там еще было раз? Два. Еще четыре. Но я же тебе говорил, больше вес не нужен. Ну ладно. Ладно. Я ему предлагал 27 с полной килограммов. Но Альберт говорит 25. В итоге нам придется, друзья, он бы сделал 15 раз. Нам придется. Мы же не будем еще один подход делать. Поэтому 15 повторений. Это получается каждый повтор после подтягивания будет за счет. Сколько процентов? Шесть. Семь. 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 Заряжай. Раз. Два. Три. Четыре. Еще. Пять. Еще. Шесть. Хорошо. Восемь там есть. Не, не надо. До конца не делай. Семь. чтобы потом не говорили, что я их оттенил так, что на второй подход сил не хватило то есть 6 равно, а сколько ты оцениваешь? 2 еще сделал? я оцениваю, что 2 или 3, сейчас 2 сделал бы 2 сделал бы но я видел, что 2, он еще постарался, сделал бы поэтому засчитываем Тимофею 37,5 килограммов на 8 повторений вот здесь мы с весом угадали идея все, первая троица ребят уже отдохнула поэтому мы сейчас приступаем к подтягиванию а вы опускаете в районе 10 минут мы не будем ждать первый участник готов мы могли бы предложить подтягивание собственным весом тела но чтобы не было слишком много повторений и даем десяточку и потом сразу через 20 секунд 35, которые были на 13 раз делаем отказ без рывков, подбородок полностью заносим на перекладывание до отказа 3 4 ну здесь в принципе сколько повторов не важно ну я считаю так здесь я скорее всего ускорю 7 8 9 10 11 15 точно всего 13 13 14 подбородочек до конца, до конца до пищевой ну 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 что можно сказать тяжело и все не прошло не сокращать выключились полностью выключить чувствовал что пиццуха выключилась до тебя видно было ты именно здесь не мог здесь еще как-то москвичит а вот тут у тебя число где больше всего 10 работы участник номер два испытывает себя вот в таки в таком хвате хват опять хочется сказать верхний не вверх а прямой и вот как обычно подтягивается и я уверен что потеря на битвз тоже будет большая может быть не такая как приобретен вайцам рецептиме сейчас проверим поехали делаем тогда так 5 5 6 7 8 9 10 1 12 12 13 13 13 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 17 18 18 19 19 21 22 22 22 3. Немножко спину оторвал, но ладно. Стараемся спину не отрывать. 4. Ну ладно, 5 засчитаем. На ягодицы оторвал, засчитаем. Друзья, участник номер 2. Вместо 10 своих нормальных повторений с весом 35 выполнил ровно половину, 50%. 5 повторов, и это после подтягиваний хватом чуть шире плеч, передний. 50% потерял из-за переднего хвата. Что уже говорить про обратное. А предыдущий участник на обратном 60% потерял. Вот и у меня примерно такая же мысль, что не намного больше разница по бицепсу для охвата верхнего... Молен. Для охвата прямого и обратного. Отлично, спасибо за участие. Бицуха не пьема, вот что? Да, уже бицуха. Поднимал и ночью сказал, да? Да, все, и работал. Отлично. Сейчас Вадим, у тебя 45 килограмм. Друзья, участник номер 3. Вадим, даем ему червонец на подтягивание обратным хватом. Вадим заряжает к каркасу. Здесь на свежую, с весом 45, подъем на бицепс, было 8 повторений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Некоторые гинии в интернете заявляют, что после подтягивания бицепс не устает, но там хера не работает. Спина наращивает, спина. А бицепс так, массовка. Если кто-то после подтягивания чувствует, что мешает забившееся дыхание, можете отдохнуть чуть больше. Но я вижу, ребята подходят сразу, и он на дыхалку пофиг. Они все крепкие, тренированные. Итак, 8 дуэллэк, посмотрим сколько стал. 45 килограмм. Слега себе! Еле-еле один раз поднял. Обетись. Так. Так, Вадим, мой перевод на карту придет тебе завтра. Сегодня денег нет. За демонстрацию нужного результата. Шутка. Нет. Друзья, почему у Вадима едва-едва получился один повтор с весом 45 вместо 8, я могу предугадать. Потому что, наверное, у него в этом упражнении еще больше включается бицепс, чем у предыдущих участников. То есть проценты там могут быть разные у разных людей. У кого-то спина 35% работает, а бицепс 65. Ну, а у кого-то может быть 40 на 60. А у тебя, наверное, бицепс с подтягиванием обратным хватом работает на процентов 80. Ну, судя по всему, да. Потому что поднял только один раз. Ты, получается, в процентах поднял только 12,5% от первоначального результата. Просто катастрофическое обрушение. Так что подтягивания рулят, друзья. Да. Продолжайте. Участник номер 4, 17-летний Альберт. И Альберту мы даем прямой хват. Все же проверяем, сколько он погибет потом 25, которые были на 13 повторений. Давай, заряжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть на турнике, на пару, семь, вот сюда, восемь, да, вот сюда, девять, десять, одиннадцать, перегладине могу, о, 15, все, 13, еще, перегладине, вот, 14, хорошо. Руки не работают, помните, одна спина подтягивает, одна с перегладиной. Гимии не дадут собрать, 16, еще можно. Ну-ну-ну-ну. Оп, есть, какой заказ. Сема. Если в халке нужно отдохнуть, немного отдохнуть. Если можешь сразу, можешь сдать. Хорошо. Вы согласны, что вы не можете поднять не из-за того, что дыхалка забьется? Дыхалка же не мешает, да? Да нет, нет вообще. Дело именно в бицепсе, так? Закисление. Закисление. Раз. Сейчас посмотрим, сколько вместо 13 будет. Два. Давай, давай. Три. И это был прямой хват при подтягивании. Четыре. Давай, 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 давай. Пять. Больше 50% потери. Ты уже. Давай, 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 давай. Ну, это явно отказ. Можешь постараться, но ты точно не поднимешь. Шесть. Я вижу. Долго не отдыхать. Ну, вот, шесть повторений. Друзья, было 13, стало 6. И это после подтягиваний прямым хватом, даже не обратно. То есть, шесть от тринадцати, это потеря в районе 55%. Ну, я тут напишу точно. В районе 50% потерял. Осталось только 45% силы на бицепс. Потерял после подтягиваний очень много. То есть, все теряют больше половины результата. Я уже проводимый не говорю. Пятый участник, Тимофей, 17 лет. Он у нас крепкий парень, поэтому на забивок бицепс, ну, не на забивок бицепса, бицепс типа не работает. Обратным хватом он подтягивается с весом 20 килограммов, потому что он просто много подтягивается. Поэтому забивается с диском 20 килограммов. Прорисаем вниз ровно, я ящик уберу. А в хвату его учились, я кстати, видите? Стоит, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, наявивая этот хватит, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Снимай, не спеша, если чувствуешь, что надо продышаться, можешь продышаться до тридцати секунд. Хорошо, друзья, было восемь повторений, на штанге тридцать семь с половиной килограммов. Сейчас посмотрим, сколько от результата осталось. Как-нибудь сколько останется. Сейчас узнаем. Два. Вадим подсказывает два. Это я нахожу. А если как-то результ только сделает. Я буду счастлив. Есть один раз. Друзья. Ты же сказал два. Я так еще больше рад. Так, еще больше рад. Друзья, смотрите, какая фишка получается. Чем более тяжелый вес на меньшее количество повторений на бицепс, тем больше процентов человек после подтягивания теряет. У Вадима был замер на восемь повторов. И у Тимофея на восемь. И оба подняли только один раз вместо восьми. Потеря в районе восьмидесяти восьми. Ну, восемьдесят семь с половиной процентов потеря результата. Просто мега катастрофа. Если мы бицепс проверяем на более высокоповторных каких-то значениях, то после подтягиваний получается вытащить немножко больше. Ну, не немножко, а прилично больше. В районе у кого сколько? 50-40 процентов остается результат. А так вообще катастрофа. Интересно, конечно, было бы проверить здесь разовый. Допустим, семьдесят на раз. Потом после подтягивания может ли человек поднять пятьдесят на раз. Да, но это много попыток надо, это слишком сложно. А мы проверили вот так. Итак, друзья, Тимофей, потеря восемьдесят восемь процентов. Ну, восемь семь с половиной. В один потеря восемьдесят семь с половиной процентов. Я, как всегда, забыл уже, как его зовут. Помню только Альбер, у него потеря в 60 процентов. По-моему, у кого-то из вас 50 процентов. 60, у тебя 50 процентов потери, да? Но ты подтягивался вот таким пилотом. Молодец, больше всего сохранил результаты. Какое-то чудо. Но даже если 50 процентов брать свой результат, то это уже катастрофическая потеря при переднем хвате. Я уже про остальных не говорю. Ну что ж, друзья, хорошее упражнение. Подтягивание обратным хватом узким на бицепс или нет? Решайте сами. Как по мне, так, ну, очевидно все. Потому что когда подтягиваешься с нормальным весом, бицухи трещат, а не спина. Ну, в смысле трещат. Ты чувствуешь, как они у тебя прям тремарят. Именно бицухи, когда я уже там дотягиваюсь вот так. А не спина, как там некоторые заявляют. Не самые грамотные люди. Повторяйте этот эксперимент. Если у вас категорически другой результат получится, можете поделиться в комментариях под этим видео. Через любое иное количество дней. Но я благодарю всех участников моего научного, в кавычках, эксперимента. Благодарю за участие, друзья. И вам до новых встреч. Если вам еще интересен какой-то эксперимент, в ближайшем будущем ставьте кучу лайков, пишите, какой эксперимент хотели бы увидеть. И может быть, может быть, я что-нибудь устрою. Может, не надо, Алешенька. Друзья, дополнение к эксперименту. Мы решили проверить следующее. Участник номер один и два. Они отожмутся на брусьях, опять же, в отказ. К бицепсу вроде левое упражнение. И все-таки интересно проверить тот самый момент, что говорили, а ты любое упражнение сделай, и бицепс, мол, умрет. Но мы учитываем то, что они уже забивались на подтягиваниях. И это уже третий будет подход на бицепс. Поэтому там уже, наверное, не тринадцать повторений, условно. А где-то остается в районе одиннадцати. Будем где-то от одиннадцати считать. И после брусья в отказ проверим, что изменится там. Но, на мой взгляд, влияние будет очень небольшим. Что делал суперсеты, тот знает, что антагонисты как бы друг другу особо не помогают. Но то не антагонисты, а в базовых движениях. Рубим подказ. Делает глубокую амплитуду, поэтому не только трицепсами пашем, и сильно плечами, и грудными мышцами. Четко делать. И вот, сжимание на брусьях в спина, кстати, тоже неплохо работает. Единственное, вот, без всего работает, да, думаю, бицепс, мышцы вверх. Наконец-то кто-то чище легких отжимается. Да, наконец-то кто-то чище легких отжимается. Вот, еще один раз и все. Вот, вот, вот. Взял ваттаз, сейчас будем проверять. Итак, друзья, на этом раз мы уже считаем максимум 11, где-то. С СМ-35. А сколько у нас? Ты поднял сколько? 6? После подтягивания? Да. Хорошо, проверяем после груза, сколько будет. Но уже обратно от 11 из измерения идет. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И, в принципе, теперь даже, наверное, 8 получится. 8. Тут видно, что бицепс дорабатывает нормально, но дорабатывает. Ну, 8. Хорошо, 8 от 11. 11 было взято условно, я напомню. У него был забивок на турнике полный, еще с забивком на бицепс. А это третий подход. Возможно, и меньше 11 нужно считать. Но сделал 8, потерял, условно потерял только 3 повторов. А после подтягиваний потерял 7. 8. 7 повторов там потерял. А здесь только 3. Так, секунду. У тебя тоже 35? 10 повторов, после турника сделал 5. Все так? И, да, друзья, и наши бумажники сейчас тоже решили отжаться с ESM10. Подказ, отжимаемся. И нужно будет попробовать потом здесь поднять. Здесь уже условно будем считать не от 10, поскольку усталость. А вот, наверное, от 9, может, от 8 и даже. Тоже по технике не будут. Первый вообще был царь, да, Фаш? Второй тоже не был царь. Достаточно раппикальное отжимание. Не то, что вокал уже все какие-то. Молодец. Мунашники знают толку отжимания. Сейчас пока отстегнется, если нет проваливаться, пока отстегнется. Типа ровная, наверное, с радостью. Валпу тебя повалится. А, да. Время провалится. Точно. Да, точно. Нифига, это на всех сработает. Какой бы там у нас его не был. Раз. Два. Три. Четыре. Пять он сделал после подтягивания. Шесть. Семь. Слышите, что снизу прижаты. Остин. Смотрите, мы почти ничего не потеряли. Девять. Десять. Бицепс работал. Десять, это сто процентов. Десять, это сто процентов сделал. Ну, чуть-чуть подработал спиной. Одиннадцатый мы не посчитаем. А более грехи. Но когда после подтягивания он пятый сделал. После подтягивания невероятно, к сожалению. Когда после подтягивания сделал пятый, он тоже спину оторвал. А я засчитал. Ну, здесь пару раз чуть-чуть оторвал, но в целом одиннадцать, один отнял десять. Он сделал после брусьев сто процентов своих подъемов на бицепс. Ничего не потерял. Вот что и все было доказать. Как работает бицуха здесь. И как влияет условно левое упражнение, не связанное с бицепсом, но тоже базовое. Так что, друзья, если хотите мощные бицушки, топите подтягивания. Да, можно еще что-то добавлять. Типа сгибания рук каких-то. Да, конечно, можно. Но вот это базово вам обеспечит рост бицухи столько, сколько надо, если вы будете там топить не результат. Все. Благодарю всех за двойной эксперимент. Даже некоторых 22-летних ребят. Теперь точно всем пока. Ставьте лайки обязательно. Пошел ты. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»